приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о 6 апреля и не просто как одни а дело в том что это у нас с вами канун благовещения в этот день категорически нельзя это делать что именно и почему далее более подробно все в этом видео итак друзья 6 апреля по церковному календарю почитается святой артемий но самое главное то что 6 апреля это канун благовещения пресвятой богородицы и так 6 апреля и день накануне большого православного праздника благовещения пресвятой богородицы и своими истоками это торжество отсылает нас к библейскому сюжету о благой вести с которой архангел гавриил явился к деве марии он объявил девушки что в скором времени то родит сына который станет и спасителем человечества поэтому перед таким большим праздником действует множество правил поэтому народные приметы на 6 апреля предупредят нас о самом важном расскажут что можно делать что категорически нельзя делать в этот праздник праздник благовещения начали отмечать в третьем веке у него были и другие названия как возвещение приветствия мария зачатия христа в народной традиции благовещения и день накануне праздника связано с различными традициями и обычаями на благовещение в доме должно было быть обязательно очень чисто это главное правило чтобы в дом пришло благо но уборку в канун благовещения уже делать нельзя ее нужно было сделать 5 апреля в крайнем случае допускается уборка в доме или квартире до обеда 6 апреля поэтому постарайтесь 6 апреля до обеда закончить любую работу 6 апреля принято очищать дом и домочадцев духовно для этого люди молились святым и вы знаете обязательная традиция это вечеря в канун благовещения она должна быть обязательно постной вся семья собиралась за столом молилась святым угодником и упоминала усопших родственников если помолиться в этот день то наши предки считали что все молитвы будут услышаны если дом и душа в чистоте то большое благо придет после благовещения старину считалось что нечистые силы боятся даже упоминания в этот день захария поэтому в этот день 6 апреля старались произносить как можно чаще имя захария помимо этого в канун благовещения люди ходили в церковь и освещали там семена для посадки если 6 апреля над зерном произнести следующую фразу с миру по зернышку соседа по крупинке не быть мне в убытке ни в чем не нуждаться в богатстве купаться аминь а потом выбросить его в поле то нужды ни в чем не будет целый год также обращаем ваше внимание приметы на 6 апреля говорят что если помолиться в этот день то ваши молитвы все будут услышаны и вы знаете если ваш дом и душа в чистоте то большое благо придет после благовещения ну а что же нельзя было делать 6 апреля для того чтобы не навлечь на себя неприятности и беды необходимо знать обязательно народные приметы про то что же запрещено делать 6 апреля в день захария потому что это все-таки не простой день канун большого торжества под названием благовещение издревле наши предки говорили что в этот день запрещается разжигать костры ведь тогда темные силы соберутся у огня и выгнать их будет просто невозможно нельзя в этот день и засыпать в жарком помещении темные силы могут испугать спящих страшными криками и воем поэтому перед сном необходимо долго проветривать комнату в идеале и вовсе спать при открытой форточки укрываясь теплым одеялом в этот день нельзя отказываться и от вечерней трапезы за ужином должна собраться вся семья она должна помолиться и вспомнить родственников которых уже нет в мире живых попросить их защитить живых от бед и всевозможных несчастий не рекомендуется и представительницам слабого пола который никак не могут выйти замуж в этот день сидеть вечером дома им необходимо посетить храм и отстоять всеночную тогда согласно народным приметам в течение года произойдет встреча со второй половинкой а затем будет и венчание нельзя в этот день входить в гости и к себе их также нельзя было звать иначе можно вынести из дома удачу и счастья в этот день необходимо максимально много внимания уделить родным и близким особенно детям и старикам нельзя чтобы в доме был беспорядок потому что сегодня необходимо тщательно помыть полы мебель сбрызнуть углы можжевеловым отваром и сильным оберегом от злых духов а также убрать шкафа и в кладовках а старые ненужные вещи обязательно нужно сжечь на костре запрещается вязать узлы в этот день ибо они станут преградой в достижении поставленной цели именно по этой причине сегодня лучше выбрать обувь без шнурков и одежду без пояса не надевайте платки и не завязывайте узелки на нитках и на веревках в этот день 6 апреля не старайтесь думать о деньгах и прибыли иначе вы таким образом через материальные мысли можете навредить тому кто их желает и тогда возможно произойдут неожиданные расходы и бесполезные покупки поэтому постарайтесь лучше все-таки воздержаться от таких мыслей и покупок и вы знаете 6 апреля в канун благовещения прочитайте определенную молитву эта молитва очень сильная и она обращена к николаю чудотворцу к святому угоднику который при помощи этой молитвы очистит весь дом и всех домочадцев от всего дурного чтобы потом на благовещение вся семья получила благо и так как лучше всего сделать 6 апреля как правильно прочитать эту сильную молитву зажгите церковную свечу и с горящей свечой пройдите по всей квартире пока или если у вас дом то в доме по каждому углу возле каждого домочадца и все время вам нужно будет читать следующую молитву к тебе обращаюсь святой николай своими чудесами ты являешься нам мой дом помоги мне очистить от наслана и собственной скверны от бога не ругань и от зависти и злобы очисти мой дом святую водою и свечой очисти мой дом от мысли порочной и чернебесовской очисти мой дом так пусть же в днем гнездятся любовь и мир да будет так аминь поэтому пока вы проходите по дому или квартире со свечой обязательно читайте эту молитву после того как вы все это сделаете и вас останется свеча пусть она догорит и обязательно в конце еще раз прочитайте эту молитву а гора которая останется обязательно вынесите на улицу и закопайте только уже сделайте это на следующий день например только именно в дневное время также именно сегодня 6 апреля вы можете загадывать желание на падающую звезду для этого падающие звездам до этого дня они сулили нам несчастье но теперь именно начиная 6 апреля они несут благою весть также сны 6 апреля обычно несут достаточно хорошее значение и предсказывают успех поэтому если следовать тому что вам приснилось и такие сны обращаем ваше внимание исполняются в течение полугода а и также обращаем ваше внимание что если снег к этому дню уже сошел то снега больше в этом году и не будет вот друзья у нас с вами такой великий день именно перед благовещением когда нам нужно с вами принять во внимание определенные запреты и народные приметы надеемся друзья вы будете придерживаться с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте смотрите там много полезной и интересно для вас информации